Привет, друзья! Поприветствуйте! Дрон D1 3,5 сантиметра, 6 осей. Погодите-ка, кто-то сказал 3,5 сантиметра? Именно 3,5 сантиметра, 35 миллиметров. Он просто крошечный, он даже меньше визитки. Парочка таких легко поместится в карман. Упаковка очень проста. Внутри находится пульт управления, в который помещен сам квадрокоптер, кабель для зарядки и простенькое руководство. Ничего особенного. Стоит сказать, что в комплект поставки не входят батарейки, так что не забудьте прикупить парочку пальчиковых батареек для пульта управления. Пульт управления не впечатляет. Мягко выражаясь, выглядит как игрушка. Но стоит помнить, что эта модель, по крайней мере, в Великобритании, стоит где-то 11 фунтов и 60 центов, так что довольно бюджетная модель. Вообще, квадрокоптер несколько тяжелее, чем я ожидал. Его основная часть – это батарея. Зарядка занимает порядка 30 минут, чего хватает на 6 минут полета. Не самый лучший показатель, но вполне неплохо. Я был приятно удивлен качеству модели, учитывая ее цену и размер. Производитель проделал отличную работу. Модель ощущается довольно надежной. Даже учитывая, что основной материал – пластик, кажется, что квадрокоптер может выдержать многое. И на деле это оказалось правдой. Квадрокоптер может взлетать прямо из пульта управления. Полет очень мощный и устойчивый. Ощущается приемистость мотора с момента запуска. Модель способна подниматься на 25 метров в высоту, довольно высоко. А развиваемая скорость – беспрецедентно. Послушайте это. Как я уже упоминал, управление осуществляется по шести осям. Позади квадрокоптера расположена небольшая полоска, которая служит индикатором задней стороны. Модель очень хорошо откликается и управляется. Она практически моментально взмывает в воздух. Встроенные LED-лампочки освещают окружение, помогают даже ночью. В общем, квадрокоптер хорош. И несмотря на то, что пульт управления выглядит дешевеньким и время полета невелико, суммируя, это отличный квадрокоптер за такую цену. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся.